добрый вечер добрый вечер дорогие мои друзья слышно меня слышно я продолжаю сегодня рассказывать вам про могилат руд про могилат руд вы помните что руд она собирала колосья собирала лет собирала колосья в поле у замечательного праведника которого звали баз пока не закончилась жатва все время она собирала ячменные колосья в поле база и он велел своим слугам чтобы они разрешили чтобы они не прогоняли и что он разрешает ей даже обедать вместе со своими работниками она приносила приносила все все что она собирала она приносила своей своей свекрови нами вот когда наступил последний день жатвы все 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 колосьи уже срезали собрали и увезли их на 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 то место где где из них выбивают зерна молотят это место называется гумно и сложили сложили большую большую кучу все подожди пока что еще нет я же пока что еще рассказываю про то что было до того сложили сложили в огромную 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 кучу все все колосья чтобы на следующий день начать начать молодьбу выбивать из них зернышки и боаз он должен был остаться на ночь стеречь охранять все весь этот свой урожай он собирался остаться на ночь там на месте на молотилке на этой и наама сказала своей невестке она сказала своей руд я хочу чтобы ты была счастлива и чтобы тебе было хорошо я дам тебе совет сделай так как я тебе советую дело в том сказала 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 нам а что боаз он наш родственник он наш близкий родственник он двоюродный брат или мелеха вот ты должна этой этим вечером должна окунуться в микро должна чисто чисто красиво одеться и ты должна отправиться туда где где молотят зерно там обязательно останется этот боз он там ляжет спать он будет охранять всю ночь урожай когда когда ты туда придешь спрячься чтоб тебя никто не заметил пока не наступит ночь когда у когда этот боз он ляжет спать он кроется талитом ляжет спать ты подойдешь тихонько тихонько рядом и приподнимешь край тали то ли то у его ног и накроешь себя и будешь тихо тихо лежать рядом с ним и он уже тебе скажет что тебе делать дальше и крут она сказала нам и все что ты мне говоришь я выполню в точности она сделала в точности все как ей велела нам боаз вечером поел и попил и он прилег отдохнуть на на край этой большой кучи колосьев и зерна когда он уснул руд тихонечко подошла приподняла край талито и укрылась легла рядышком наступила середина ночи середина ночи полночь вы знаете что праведники посреди в полночь что по праведники такое особенное делают в полночь о совершенно верно тикун хатсот специальную молитву и вот в полночь боаз вздрогнул и проснулся и он повернулся и он увидел что рядом с ним лежит рядом с ним лежит кто руд он 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 испугался почему руд здесь как она здесь оказалась он спросил спросил у нее зачем ты пришла кто ты за кто кто ты такая она сказала я руд и я прошу я прошу простри надо мной накрой меня краем твоей одежды твоего талито потому что ты близкий родственник есть такой закон торы что если если еврей у которого была жена и он умер а у него не было не было детей не родились у них дети то то близкий самый близкий его родственник он должен он должен взять его жен его вдову в жены чтобы первый сын который у них родился он считался бы сыном этого умершего еврея чтобы имя этого еврея который умер без детей чтобы она не исчезла из народа израиля чтобы его надел его его часть в в наследстве его отцов чтобы она не ушла к другим людям чтобы она осталась за его родом чтобы его род не пропал и не исчез это митсва эта заповедь называется заповедь и бум вот именно об этом сказала руд бозу она напомнила ему что он ближайший родственник оставшийся ее умершего мужа и что он должен выполнить заповедь и бум что он должен взять ее в жены и чтобы первый родившийся у них сын считался сыном ее умершего мужа потомком или мелеха и боз когда он это услышал он сразу понял о чем она говорит потому что конечно же он знал все законы но но боз знал что кроме него есть еще один родственник еще один родственник который может быть даже ближе был ближе родственникам или мелеха чем сам боз поэтому боз ей сказал боз ей сказал не бойся все что ты скажешь я сделаю для тебя и я знаю что ты праведница и перед всеми людьми я засвидетельствую что что я готов исполнить заповедь восстановить восстановить потомство моего умершего родственника но прежде прежде мы должны проверить и выяснить что действительно я самый близкий к тебе родственник и что тот наш родич который может быть ближе что он не желает взять эту заповедь на себя у него больше прав поэтому ты останься в сторонке полежи до утра утром ты отправишься домой боз утром он ей дал большой большой большую охапку большую охапку колоссиев сказал чтобы ты не возвращалась к нами с пустыми руками а я выясню 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 с этим нашим родственником если если он хочет взять заповедь о и буме на себя если нет то тогда я тебя возьму у жены и так она отправилась отправилась с этим с этим с этим с напом ячменя она вернулась к нами и рассказала ей все что ответил боз на ма ей сказала о боз он не успокоится пока не выяснит этот вопрос пока не выяснит это дело и он обязательно обязательно решит твою судьбу и действительно боз он первым делом отправился городским воротам там где сидели все мудрецы там там куда приходили евреи на суд было перед воротами такое такое особое место где где все спорные вопросы решались мудрецами поз отправился туда он собрал еще мудрецов собрал там людей десятерых десятерых мудрецов из старейшин города и он пригласил их присядьте здесь сейчас у нас будет суд сейчас у нас будет суд торы они присели рядом с ним эти мудрецы старейшины и приготовились судить суд торы и он позвал этого родственника он позвал этого родственника вы знаете что в могиле в могила труд не написано имя этого родственника знаете почему имя его не написано про него сказано плони альмони не сказано его имя сказано некто дело в том что этот родственник он в конце концов отказался исполнить митву и отказ от исполнения заповеди как вы думаете хороший поступок или плохой поступок плохой плохой поступок и так как он совершил плохой поступок то пророк шумель который написал этот свиток свиток руд не захотел писать имя этого человека чтобы не получилось что чтобы не получилось что чтобы не получилось что чтобы не получилось лошонара чтобы не получилось злословие поэтому имени этого человека мы не знаем этого родственника про него сказано плони альмони кто-то некто, некто. И вот, когда проходил мимо этот некто, его... Что евреев? А, нет, нет, он был евреем, он, конечно же, был евреем. Он был родственником Эли-Мелеха, родственником Боаза, был тоже их братом двоюродным или троюродным, я не знаю, но он был очень близким родственником, он был из потомков Нахшона, Нахшона сына Аминадава, он был из самого уважаемого семейства, из царского семейства. У меня есть фильм про Нахшона. Так вот, когда проходил мимо этот родственник, его Боаз позвал, и он начал этот суд. И он сказал этому родственнику, ты знаешь, что от нашего брата, от нашего брата Эли-Мелеха остались поля. Остались поля, которые ты, как ближайший его родственник, можешь выкупить. Можешь выкупить, это тоже заповедь, выкупить поля ближайшего родственника и восстановить их принадлежность. Ты хочешь исполнить эту заповедь, ты хочешь выкупить поля Эли-Мелеха? Этот родственник ответил, да, да, я с удовольствием выкуплю поля Эли-Мелеха. Но ты знаешь, что вместе с полями ты покупаешь, ты выкупаешь и право, и обязанность сделать Ибум жене сына Эли-Мелеха. Ты должен будешь взять вместе с этим полем и руд, которая пришла из Моавитянской страны вместе с Наамой. Когда этот родственник, он услышал это, он испугался. Он сказал, нет, нет, я не могу так сделать. Этого я сделать не могу. Я не готов купить в таком случае ни это поле, ни руд, не могу взять себе в жены, потому что этим я уменьшу долю моих собственных детей. Если первый наш сын, он будет считаться сыном Эли-Мелеха, то этим я уменьшу долю моих собственных детей. нет, я не согласен. Раз он отказался, раз он отказался, то провели такой ритуал отказа, который называется халица. Как называется этот ритуал? Халица. Халица. О, халица. Халица. перед судом, перед судом Торы, перед Бейс-Дином вышел вперед этот родственник и судья протянул, вызвали, вызвали, позвали Рут, судья взял такой специальный башмак, как написано в Торе ботинок и перед, перед судом, перед лицом всех этих мудрецов Рут должна была плюнуть в этот ботинок и после этого ботинок этот передали этому родственнику, который отказался исполнить Митсват и Бум. На самом деле, на самом деле, это такой довольно обидный ритуал для того, кто отказывается исполнить заповедь. Его называют потом, навсегда к нему прикрепляется прозвище Бейт Халуц Нааль, что он сделал Халицу и что перед ним плюнули в этот Нааль, в этот ботинок. Вы знаете, что Нааль это у нас ботинок. Помните на чтение? Мы часто это слово встречаем. Так вот, он отказался, этот родственник, он сделал Халицу и отказался от Рут и следующим ближайшим родственником, конечно же, был Боас. И Боас Боас взял Рут к себе и они поженились. Как Гиль вначале нам подсказал, совершенно верно, Боас и Рут они поженились. И был большой праздник восстановления имени праздник восстановления имени умершему Элемелиху. Но вы знаете, я бы хотел вам сказать, что после этого Рут и Боас жили долго и счастливо, и что у них родилось много-много детей. К сожалению, к сожалению, так не произошло. Вы знаете, что всего на следующий день после свадьбы Боас, вы знаете, он был уже очень старенький, и Боас умер, а Шем забрал его к себе в Ешиву, в Ешиву небесную. А у Рут в животе появился малыш. Через девять месяцев у нее родился малыш у Рут. Но роды были очень-очень тяжелыми, и Рут от этих родов она тоже умерла. И поэтому этот малыш поженились да-да. И поэтому этот малыш, когда он родился, у него сразу же не было ни папы, ни мамы. Как называется малыш, у которого нет ни папы, ни мамы? Сирота. Сирота. Совершенно верно. Кто же будет его воспитывать? Кто же даст ему имя? Его взяла себе на воспитание Наама. Наама она взяла его себе на воспитание и все женщины, которые собрались, все евреи, которые собрались, они сказали, что это Ашем дал тебе сына вместо Махлона и Кильона. Они сказали Нааме, это будет тебе сын вместо Махлона и Кильона и они назвали его Овед. Овед. Вы знаете, кто такой Овед? Это тот, кто служит, кто служит Ашему. Овед Ашем это слуга Ашема, поэтому они назвали его таким именем, чтобы он был праведником и чтобы он вырос служителем Ашема. И взяла Наама дитя и прижала его к своей груди и она стала ему нянькой. Он, этот Овед, он был, когда он вырос, у него родился сын, которого назвали Ишай. А у Ишая сына как звали? Давид совершенно верно, царь Давид. Значит, этот Овед подожди, 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 слома. Этот Овед, он был, значит, дедушкой царя Давида. Дедушкой царя Давида. И в конце Шмуэль пророк Шмуэль написал всю родословную от Переца до Давида. Перец сын Йуды. Помните Йуду? Сын Йуды Тамар Перец, у него родился Хецрон. У Хецрона родился Рам. У Рама родился Аминадав. У Аминадава родился кто? Нахшон. Нахшон. Совершенно верно. У Нахшона родился Салма. У Салмона родился Боз. У Боза родился Овед. А Овед породил Ишая, а Ишай породил Давида. Это вся родословная Давида от Переца, от Йогуды. Да. У Давида Мелеха родился Шкул Момер. Да, 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 конечно же. Сыном Давида Мелеха был Шломо, царь Шломо, он был сыном Давида. Безрат Ашем, Безрат Ашем, с Божьей помощью мы очень-очень ждем. Безрат минуты ты осталась, я засек, и все, все три минуты. По-моему, есть больше, чем четыре минуты, есть еще девять минут, и я еще успею, я еще успею рассказать вам, напомнить вам о том, что Давид, царь Давид, он родился, он родился как раз, как раз в праздник Шавот. Шавот, совершенно верно, что Давид родился в праздник Шавот, и поэтому и умер тоже в праздник Шавот, потому что праведники, они рождаются и умирают в один и тот же день, Ашем наполняет их годы, в тот же день, когда он родился, также в тот же день он и умирает через много лет, также ему Ше родился и умер в один и тот же день, вы помните, как... в Адаре, и в Адаре он умир Адаре 7 дней. 7 Адара, в Адаре не 7 дней, но он родился и умер 7 Адара. Вы помните, как глупый Аман радовался, что у него выпал этот пур на месяц Адар, на 7 число, когда умер Ашем, а он не подумал, что в этот день Ашем, когда умер Муше, но он не подумал, что в этот же день Муше и родился Мы приближаемся к нашему замечательному празднику дарования Торы. У нас уже не в этой, а в следующей. Эта неделя у нас закончится, у нас будет шаббат. Сразу же после шаббата, только выйдет шаббат и сразу же в тот же миг начнется праздник Шевуот. В тот же миг, как только выходит шаббат, начнется праздник Шевуот. В Израиле праздник Шевуот будет один день, а во всех остальных странах, как всегда, праздники у нас два дня. Давайте, давайте вспомним, давайте вспомним. Давайте вспомним, какие у нас, какие у нас есть обычаи праздника Шевуот. Кто мне напомнит обычаи? Обычаи, что мы радуемся и мы не спим одну ночь Шевуот. О, всю ночь Шевуот. Папы не спят, они сидят и учат Тору, готовятся, готовятся к принятию Торы. Мальчики, старшие мальчики, кто может всю ночь действительно учить Тору, кто ночью может только баловаться? Нет. Кто баловаться, тот пускай идет спать домой с мамой. Только те большие мальчики, которые могут действительно всю ночь учить Тору, им можно пойти вместе с папой и всю ночь учить Тору. Те, кто не могут, должны вместе с папой поучить вечером Тору и как только папа скажет идти домой спать, сразу идти домой спать. Я напоминаю вам очень важную вещь. Очень, очень, очень важную вещь. Скажите, пожалуйста, в синагоге можно бегать и играть? Нет. Нет, нет, нет. Синагога это очень, очень святое место. Это то место, где евреи разговаривают... Как маленький храм, совершенно верно. Маленький храм. В этом месте евреи разговаривают со Шемом. В этом месте евреи разговаривают со Шемом. Поэтому тот, кто хочет играть, только должен выйти из синагоги, ни в коем случае в синагоге не бегать и не играть, и не мешать папам учить Тору, да, и обязательно-обязательно в этот день слушаться маму и папу, все, что они говорят, слушаться. И многие мальчики, даже многие девочки приходят в синагогу, потом утром тоже на молитву, во время молитвы тоже нужно вести себя как? Подожди, подожди, молочный завтрак. Сначала до завтрака бывает молитва. В синагоге нужно вести себя как? Тихо, совершенно верно. Чтобы не мешать молиться маме и папе и всем остальным евреям. И тот, кто умеет сам молиться, то, конечно же, он тоже молится вместе с папой и с мамой. Те, кто не умеют, сидят тихонько и папе с мамой не мешают. Те, у кого есть маленький братик или сестричка, которые плачут или которые капризничают и которые еще не понимают, то нужно их вывести, нужно с ними поиграть, нужно их отвлечь, чтобы они не мешали тоже маме, чтобы мама тоже могла помолиться. Потом, кто мне сказал, кто мне напомнил, что в Шевуот мы кушаем молочную трапезу. Молочную трапезу. В Шевуот мы кушаем молоко в память о том, в память о том, что когда была дарована Тора, евреи не могли сразу же готовить себе мясо, потому что у них не было ни кошерных ножей, ни кошерных кастрюль. Они получили новые законы, которые до того не обязаны были исполнять. В Шевуот они получили законы кашрута, связанные с мясом, и они не могли в тот же день готовить себе мясную трапезу, поэтому евреи в этот день кушали только молочные продукты. В память об этом, в Шевуот мы делаем молочную трапезу. Кроме того, Тора, она у нас сравнивается с молоком и мёдом, с молоком и мёдом. Что ещё? Какие ещё обычаи праздника Шевуот вы мне вспомните? Что? Мы едим и пьём, мы учим Тору. Нет, мы едим и пьём, и Тору учим. А что-то такое особенное мы читаем? Могила Трут. Могила Трут, совершенно верно, поэтому я вам её и рассказал, что мы её читаем именно в Шевуот. Когда читают Тору, я уверен, что вы тоже послушаете. Могила Трут, она не длинная, её можно послушать вместе со всеми, но только обязательно, обязательно соблюдать тишину. Так, у кого есть какие-то вопросы про Могила Трут, кто что-то не понял? Вот, всё, хочется. Ещё, ещё две минуты. Ещё, да, две минуты осталось. И я хочу услышать, если у кого-то есть вопросы. Если у кого-то есть вопросы про Могила Трут, я на них сейчас... Ария Залман, Ария Залман, Ария Залман, нет, 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 Ария Залман, это не вопрос. Не надо засекать, у меня есть, у меня есть здесь часы. Я хочу сейчас услышать только вопросы по теме. А? У кого-то есть вопросы по Могиле, по Могила Трут? У кого-то есть вопросы по Могиле, по Могиле Трутки, по Могиле Трутки, по Могиле Трутки, по Могиле Трутки. А? Кто спрашивает? Яша? Почему они сразу умерли? А, почему они сразу умерли? А, я тебе скажу, я тебе скажу. Дело в том, дело в том, что многие евреи подумали, что они умерли, потому что Ашем на них рассердился. Евреи, многие подумали, что Ашем рассердился на них, что Боас взял в жёны Моавитянку. И они думали, что Моавитянок нельзя принимать в еврейский народ. Но на самом деле, на самом деле, потом пророк Шмуэль всё это... Пророк Шмуэль всё это разъяснил, и специально для этого он написал Могиле Трут, что всё было сделано правильно. А почему же они всё-таки умерли сразу же? Потому что вся их жизнь в этом мире была только для одной вещи, только для одной цели. Ашем их послал в этот мир для того, чтобы родился Давид. Как только они исполнили свою цель, ради которой Ашем послал их души в этот мир, Ашем их сразу забрал к себе. Они оба были абсолютными праведниками, и им не нужно было ничего дополнительно исправлять. Поэтому, как только они исполнили свою долю, свою часть работы в этом мире, они сразу же Ашем их души к себе забрал. Ашем их души к себе забрал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok